Вы смотрите новости на канале RTVI. Победа гражданского общества. Именно так расценивают наблюдатели сегодняшний отказ Южной Каролины от флага конфедерации. Губернатор штата подписала соответствующий указ накануне и сегодня знамя было спущено и отправлено в музей. Решение было принято после того, как белый расист в городе Чарльстон убил девятерых чернокожих прихожан местной церкви. Обвиняемый любил позировать на своей странице в социальной сети с флагом конфедерации. Мой коллега Евгений Маслов разбирался в вопросе. Он сейчас присоединяется к нам в прямом эфире. Евгений, приветствую. Означает ли это, что символ борьбы Южных Штатов за сохранение рабства будет запрещен повсеместно? А приветствую, Лиза. Как вы и сказали, дебаты в США о судьбе флага конфедерации развернулись после боя, которую белый расист устроил в церкви города Чарльстон. Флаг конфедерации у него, как и у многих других расистов на юге Соединенных Штатов, был одним из излюбленных символов. Но очень важно отметить, что этот случай стал лишь последней каплей. Поскольку горячие дебаты, разговоры о том, что делать с флагом конфедерации, знаменем, боевым знаменем армии Южных Штатов, выступавших за сохранение рабства, шли давно, то затихая, то вспыхивая с новой силой. И, возможно, про него вообще бы забыли, не перестали бы обращать так сильно внимание, относя к разряду исторических раритетов, если бы этот символ откровенно не использовали расисты во время своих выступлений. И вот теперь разговоры в США идут не о запрете флага, это бы противоречило американской конституции. Каждый имеет право вывешивать его над частной собственностью. Речь идет исключительно об учреждениях, представляющих власть. Флаг в Южной Каролине сегодня спускали под шквал аплодисментов и скандирования США. Именно этот момент транслировали телеканалы в стране. И его я сейчас предлагаю вашему вниманию. Он лучше всяких слов передает настрой. Флаг в Южной Каролине. Знамя конфедератов было спущено почетным караулом. Флаг был снят через 23 дня после массы убийств в церкви Чарстена. После того, как флаг был снят, специальный фургон для транспортировки исторических артефактов доставил его в военный музей штата. То есть к историческому наследию проявили подчеркнутое уважение. На церемонии с плакатами присутствовали также и те, кто выступал против этого решения, но они все же были сегодня заметны в меньшинстве. В соответствии с подписанным губернатором штата документом флагшток теперь также будет снесен. Означает ли это, что флаг конфедерации будут снимать сейчас по всей стране, в смысле на юге, это еще вопрос. Каждый штат должен принимать решение самостоятельно. Но очевидно, что после массового расстрела церкви Чарстена в Южной Каролине это был вполне ожидаемый шаг. Спасибо, Евгений. Это был Евгений Маслов о церемонии снятия флага конфедерации с Капитолия Южной Каролины.